Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет солнце! Началась битва хоров в начальной школе. Сегодня свои песенные заготовки членам жюри продемонстрировали учащиеся первых-четвертых классов. Запеть пришлось и родителям. Поддерживали малышей на сцене, мамы с папами и, конечно же, сами учителя. Фестиваль «Единая гимназия и единая страна» в 15-й гимназии решили сделать традиционным, а вдохновили коллектив на проведение такого мероприятия – Всемирные хоровые игры, которые состоялись в Сочи в прошлом году. Песни патриотические, песни разные, песни о доме, песни о семье, песни о школе. И это очень приятно. А самое главное – это сплачивает и объединяет детей, родителей и педагогов. Пойте с нами, пойте лучше нас! Прошу вас, потише, потише. Песни из окон 15-й гимназии будут доноситься целую неделю. За это время здесь споют все ученики с 1-го по 11-й класс. В целом это 43 хора. Судя по началу, победителей в битве может и не быть. На уровне как и само вокальное мастерство, так и постановка номеров отмечают члены жюри. Победит, конечно же, дружба, а в виде поощрения предусмотрены туристические поездки. Активно, инициативно и деятельно сегодня было и во дворе 15-й гимназии. В честь Международного женского дня сегодня здесь создали клумбы из роз. Чести высадить цветы удостоились ученики 1-х, 9-х и 11-х классов. Коллектив гимназии призывает к ним присоединиться и озеленять город Сочи. Те цветы, которые мы срезаем и которые дарим родителям в год экологии, ну как-то совсем это не камельхо. Поэтому мы решили подарить мамам живые цветы, у которых можно всегда фотографироваться. Совсем скоро в 15-й гимназии пройдет очередное мероприятие, теперь уже посвященное Дню Победы. 4 мая здесь состоится смотр строя и песни. Гостей ждет военно-полевая кухня, а ребят – общение с настоящими спецназовцами. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.